Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим 4 ловушки от чемпиона СССР Василия Сокова, возникающие в дебюте обратный тычок. CB4, FG5, BC3 и черные ставят так называемый обратный тычок. То есть GF4, побили, 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 побили. Значит, я рассматривал дебют CB2. Б2, ссылку оставлю в верхнем правом углу на видео. АБ2 уже проигрывает после Б5, это выигрыш черных. Сегодня мы с вами рассмотрим от FG3, предложенный как раз Василием Соковым, неоднократным чемпионом СССР. Значит, в этой позиции у черных есть два ответа. Правильно, конечно, играть ЕF6, а вот ЕD6 ведет к большому преимуществу белых. Я уже рассматривал также эту подобную позицию, но повторение мать учения. Играем CB2, грозим выиграть шашку и у черных два ответа. Если они меняются BC5, тогда меняемся CD4 и затем играем GF2 и шашка F4 черных находятся под угрозой окружения. Здесь у белых преимущество, но позиция еще не выигранная. После Б5, если черные так играют, у белых еще более сильная позиция. Играем GF2. Ну, допустим, GF6, BC5. Допустим, HG7. Черные развивают свой сильный левый фланг. Мы меняемся в центр. И вот здесь уже ясно видно, что шашка F4 находится под угрозой окружения. Она может быть проиграна. Поэтому у черных пошли единственные ходы. FG5. Нападаем. И надо играть DE7, чтобы отыграть шашку с помощью хода ED6. Играем EF2, грозим снова выиграть шашку. Надо защищать ее, GH4. Играем AB2. Вот в этой позиции, я ее разбирал, как раз есть у черных 4 хода. Значит, вот этот ход проигрывает, этот ход проигрывает, этот ход проигрывает. И лишь CB6 после точнейшей игры все-таки может черным дать ничью. Рассмотрим их по очереди. После AB6 выигрывает размен 2 на 2. Разменялись. Ну и здесь неизбежна оппозиция в пользу белых. То есть развиваем отсталую шашку H2 и выигрываем. Черным некуда ходить. Так, если черные в этой позиции играют CD6, тогда выигрыш есть и после хода DE5, но там возможны проблемы, там надо играть точно. Гораздо проще разменяться DC5 и здесь простой выигрыш. Ну, грозим CD6, поэтому надо играть BC7. Далее все как по накатанной. BC3 GF6, CD4 CB6, CD6 BA5, DC5 и все. Черным снова некуда ходить, остается только сдаться. Так, последний ход GF6. Он также проигрывает. Здесь надо сделать точный ход AB4. Только он ведет к победе. И у черных есть 2 хода. Значит, CD6 выигрывает просто. Играем BA3. То есть на ход BC7 стоит угроза BC5. И эту позицию мы уже видели. Допустим, сюда, 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 сюда. И надо сдаваться черным. Так, если черные в этой позиции, допустим, нападают, здесь тоже простой выигрыш. Отходим. Надо играть сюда, тогда сюда, сюда и сюда. Зажали полностью. Снова ходить некуда. CD6 быстро проигрывает. Если CB6, вот здесь ничей у черных нет. BC3, точный ход. И на ход BA5 уже играем BC5. То есть смотрите, BC7 нельзя играть из-за нападения в Е3. То есть грозим выиграть 2 шашки. А если черные закрываются, тогда тыкаем на поле B6 и проходим в дамки с выигрышем. Поэтому же F6 проигрывает быстро. Так, если, вернее, BC7 проигрывает. Если черные играют в этой позиции FG5, здесь они оказывают более мощное сопротивление. Надо играть CD6, тогда AB6. Надо нападать. Ну, в дамки идти нельзя, там ничья, поверьте мне. То есть надо нападать, тогда черные делают присоску. Но белые здесь выигрывают шашку. Допустим, сюда, сюда, нападаем. Черные сопротивляются. Вот здесь к выигрышу ведет только жертва двух шашек. У нас одна была, лишняя. То есть мы ее отдали обратно и пожертвовали еще одну. И здесь надо сделать точный ход, GF8. То есть грозим напасть с поля H6, надо жертвовать шашку. И вот здесь проводим вторую дамку и выигрываем. То есть проводим постепенно все три шашки в дамке, затем строимся вот на этих полях и постепенно выигрываем. Может быть как-нибудь запишу отдельное видео, тут выигрыш еще не такой простой. Но это выигрыш, тем не менее. Ладно, продолжим тему в следующий раз. Это выигрыш. Так, а как делать в этой позиции правильно ничью? В этой позиции ведет к ничьей только ход CB6. Тогда уже на ход АБ4 черные играют Б5, надо закрываться. Прошу прощения, надо играть БЦ5, сильнейший ход. И вот здесь на БЦ7, БЦ3. И вот GF6, это мы уже посмотрели, проигрывает. FE3, надо закрываться. И CB6. Это мы уже видели. То есть, но тут в этой позиции у черных есть хитрый ход. CB6. Сейчас уже нападать бесполезно, там будет размен. Надо играть CD6. Тогда черные играют HG3, единственный ход. GF6 проигрывает. Надо играть HG3 и GF6. Теперь белые жертвуют шашку. И проводят свою шашку в дамке. Ну, надо также вести черным шашку в дамке. Здесь белые играют на поле А3, сильнейший ход. Черным надо ставить дамку только на поле Е1. Ну, сюда не поставишь, это выиграешь, да, белый? Надо ставить сюда. Тогда белые отдают, разменивают шашку. И грозит поимка дамки черных. То есть, проигрывает ход дамкой на H4 из-за удара HG3 и некуда бить. Если побьешь сюда, тогда так выигрываем. Если побить на поле F2, тогда выигрываем так. Видите, черным мешают свои же шашки. Шашки-предатели. То есть, в этой позиции у черных была единственная ничья. Надо отдать шашку. Вот таким образом снова грозим. И вот уйти на поле H4. Здесь белые играют до Е3. И у них приятное окончание. Видите, лишняя шашка. Шансы на выигрыш. Это единственная шанса на ничью у черных. Если они будут играть вот в этой позиции, после нападения в G3, Е6. Е6 слабый ход. Правильно, конечно, играть Е6. Вот здесь пошли ловушки от Василия Сокова. Значит, допустим, черные развивают сильный левый фланг. Играем GF2 и D3. Черные видят, что можно поокружать. То есть, у них приятная позиция. В принципе, черные могут сыграть просто CD6, либо FE7 с равной игрой, либо G6. Как угодно. Если они играют BE5, вот здесь возможны прикольные варианты. Смотрите, играем CD2. Укрепляемся в центре. Черные окружают. PC5. Вываливаемся. И на нападение CB6 кажется, что надо играть... Кажется, что уже надо играть CB4, но там у белых плохо. А на самом деле здесь надо играть CD4. То есть, нападения AB4, первая ловушка, нет. Потому что мы проводим комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Играем EF4. Затем прорываемся на преддамочное поле. FE5, DC5 и DE3. Ну и белые постепенно выигрывают. Ставим дамку и выигрывают. То есть AB4 играть нельзя. В этой позиции, в принципе, надо было играть FG5 с примерно равной игрой. А если черные сыграют DC7 с идеей затем напасть AB4, здесь снова у белых шансы на выигрыш. Играем AG3. Точный ход. То есть, снова нападать нельзя. Кажется, что черные выигрывают шашку и должны победить. Но на самом деле здесь побеждают белые. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень нестандартный выигрыш за белых. Играем AG3. Жертвуем шашку. Затем меняемся до E5. Кажется, что ничего особенного. Как тут можно победить? Выигрыш простой. То есть, играем в этой позиции FE3. И на любой ход меняемся AG5. Затем шашка G5 проходит дамки и мы здесь должны победить. Если черные отбрасывают нас, это ничего не дает. То есть, на любой ход снова шашка F4 идет дамки. Это снова выиграешь. Понятно, да? Так. Но ничья в этой позиции все-таки у черных была. Вместо проигрывающего хода АБ4 надо было сыграть CD6. Так, разменяться. Черные грозят пройти в дамки, поэтому белым надо меняться FG3. Черные, допустим, меняются. В С5, естественно, вперед. Иначе белые поставят рожон. Но здесь белые тоже ставят рожон. Но черные все-таки могут достичь ничьей. Они играют CD4 и грозят тоже поставить рожон, поэтому надо меняться назад. Черные активизируют бортовую шашку АБ4. Активно сопротивляются. Играем ЕД2. Б3, ДЦ3. БЦ7, СД2, СБ6, ДЕ3. И вот здесь снова ловушка. То есть правильно играть БЦ5 за черных. Ну и на любой ход черные жертвуют шашку, затем прорываются в дамки, захватывают большую дорогу, и это ничья. Но если черные в этой позиции сыграют БА5, полагая, что ничья здесь как угодно, ну действительно кажется, что это ничья, то белые здесь могут красиво победить. Белых и тюдный выигрыш. Также ставьте видео на паузу и попытайтесь найти этот красивый выигрыш. Играем ЕД4. Черные жертвуют шашку и думают, что ничья не за горами. Но здесь их ждет горькое разочарование. Жертвуем одну шашку, затем вторую, и белые побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания, и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.